Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Друзья мои, предлагаю вам прекрасный вариант для завтрака. Итак, для начала нам нужно приготовить жареные тосты. Перекладываем тосты любимым сыром, который хорошо плавится. Смачиваем взбитым яйцем. Тем временем сковородка у нас разогревается. Огонь держим средний и будем обжаривать до румяного цвета с двух сторон добавляем на сковородку оливковое масло. Также можно кусочек сливочного масла положить. Поднимаем, смотрим, если подрумянились красиво. Переворачиваем. Все, тосты наши приготовились. Выкладываем их на тарелочку. Нам нужен будет также бакон. Поэтому мы сразу на эту же сковородку выкладываем бакон и обжариваем его с двух сторон. Все, бакон наш готов. Сильно не обжаривайте. Убирайте его также на тарелочку. Ждать своей очереди. Следующий ингредиент у нас сыровяленое мясо копа. Рецепт приготовления есть у меня на канале. Ссылочку я оставлю вот вверху. У вас появляется на экране. Нарезаем тоненькие слайсы. Следующим этапом готовим яйцо пашот. Добавляем в воду уксус. На литр воды одна столовая ложка. Делаем водоворот. Выливаем яйцо и готовим до момента, пока белок схватится. Смотрите визуально. Как только белочек вплотнился, шумовкой яйцо доставайте и выкладывайте в тарелочку с хорошо подогретой водичкой. Чтобы потом удобно было, нам его достать, выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась вся влага. Все яйцо наше готово. Нам нужно будет приготовить два яйца пашот для соуса Цезарь. Для этого мы белки от желтка отделяем. Отделяем. Все-все тщательно снимаем белые частички. Растираем желток. Добавляем оливковое масло и готовим соус Цезарь. Масло добавляем понемножко. И готовим эмульсию. Напоминает способ приготовления майонез. Особенно на ранней стадии добавляйте оливковое масло по 1 чайной ложечке и растирайте. Масса будет у вас густеет, густеет. Если вы сразу все масло добавите, эмульсии у вас не получится. И берите именно плоскую вот такую тарелочку, чтобы вам удобно было растирать. Так как этот соус нужно употребить сразу, много его готовить нет смысла. Потому что продукт очень быстро портящийся. И дальше добавляем уже все компоненты согласно рецептуры. Сок лимона, бустерский соус. Соль, немножко перца, анчоусы. И чесночок. И все тщательно продолжаем перетирать. Половина у нас в пропорциях оливковое масло и половина растительное масло. Так соус будет нежнее. Потому что если сделать только на оливковом масле экстравержин, будет горчить. Или употребите оливковое масло, на котором можно готовить. То есть светлое. Экстравержин у нас зеленоватое. А есть оливковое масло. Светлое, желтенькое. Вот делите пропорции пополам. В рецептуре все указано. Все, соус готов. И вот начинаем сборку нашей закуски. Тосты разрезаем пополам. Выкладываем салатный микс на тосты. Прекрасное нежное яйцо фашок. Сравяленая копа. Бакончик на яйцо. Очень вкусно. Прекрасный завтрак. И не только. Лучок добавляем. Томаты черри. В соус цезарь для разнообразия я добавляю французскую зернистую горчицу. И заправляем нашу прекрасную закуску. Вот такое объедение получается. Удивляйте своих любимых. Подать на завтрак любимому. Такие тосты с яйцом пошел. Море комплиментов получите. Ну что ж, мои хорошие. Не забывайте заходить на мой канал. Подписываться. Включать колокольчик. Если понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Добра вам. Удачи. Пока-пока.